приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы у меня созрели красные перцы очередная партия естественно баклажаны и есть все остальное для любимого салата который мы готовим на зиму для этого нам понадобится еще чеснок вот этот горький перчик очень красивый вкусный а также нам понадобится уксус сахар немного агар-агара соль масло подсолнечное но обо всем по порядку и точный рецепт со всеми ингредиентами количество будет внутри этого видео досмотрите до конца чтобы сделать все правильно и чтобы получилось очень и очень вкусненько и так приступаем к приготовлению вот этого особенного очень вкусного и полезного витаминного салата я помыла обрезала плодоножку и у меня 4 килограмма вот таких очищенных уже от всяких посторонних предметов баклажаны готовы к тому чтобы их порезать сейчас я приступлю к этому важному делу они у меня сладкие это иностранные гибриды валентина и другой сорт неизвестные очень вкусные красивые сладкие баклажаны не горчат но все равно для того чтобы они сохранили вот эту консистенцию более плотную я сейчас их порежу в большой таз режу вот эти баклажаны все 4 килограмма на вот такие кружочки очень красивые ну и мне понадобится соль для того чтобы просолить где-то 2 столовые ложки сверху уйдет на то чтобы просолить и перемешать баклажаны которые будут ждать участия своего в конце этого рецепта ну а сейчас дальше будем готовить следующие ингредиенты здесь готовится томятся томаты чеснок перец а теперь приступаю к самому длительному делу в этом рецепте это очистка чеснока зубчика чеснока мне понадобится 300 граммов чеснока и так чеснок у меня почищен помыт ну и вот у меня есть еще вот эти горькие перчики колокольчики которые я также вместе с чесноком отправляют для того чтобы их все ингредиенты вкусные овощи измельчить если кто-то не любит перец или чеснок можно без этого делать но у нас очень любят именно чесноком баклажаны вот этот салат праздничный действительно праздник на столе когда открываешь эту баночку не просто лето а настоящий праздник вот этих ароматов которые дает вот чеснок вместе с перчиком теперь закрываю и измельчаю вот такая измельченная масса получается очень красивые кусочки чеснока и можно если нет блендера то можно и через мясорубку сейчас я пользуюсь вот именно этим измельчителем современным сладкий перец мою разрезаю удаляю плодоножку и семена у меня было полтора килограмма после очистки осталось килограмм 200 граммов вот такого сладкого перца ну и измельчаю его и тоже пропускаю через блендер и если нет то тогда можно мясорубку чеснок и перец уже измельчены теперь приступаем к томатам очень идеально подходит к этому праздничному очень вкусному баклажанному салату belfort красные томаты мясистые я их мою и очищаю от плодоножки и очищают от кожицы и также отправляю их в блендер для измельчения полтора килограмма измельченных томатов тоже уже отправляются в эту посуду где дожидаются и томятся чеснок сладкий перец горький перец все овощи для заправки готовы уже в кастрюле сейчас очень важный момент нужно взять большой стакан 250 миллиметровый сахара и сюда же добавляю сразу же в этот сахар 5 граммов агар-агара агар-агар очень хорошую консистенцию и сохраняет цвет дает и получается такой вот он не сильно жидкий а как будто бы в желе его так просто агар-агар нельзя засыпать а нужно перемешать с сахаром хорошенько и теперь добавить кастрюльку с овощами так чтобы по всему сахару чтобы не взялось комочком теперь засыпаем сюда и перемешиваем здесь чеснок томится уже ой такой аромат стоит что дает сахар и почему я в первую очередь именно сахар ставлю вот этот микс для того чтобы потом залить баклажаны сахар вот агаром смотрите сохраняет цвет хочется вот этот красный яркий сочный сладкий цвет сохранить как можно дольше к моменту открытия праздничного салата ну а теперь можно сюда добавить соль соли мне надо две столовые ложки сверху я уже отмерила тоже перемешиваю и теперь добавляю 100 граммовый стаканчик 9 процентного уксуса тоже перемешиваю вот уксус именно после сахара он закрепляет цвет тоже вот таким образом и остается нам добавить 250 миллилитров масла подсолнечного рафинированного смотрите какой красивый цвет а какая красота добавила 250 миллилитров масла подсолнечного и вот такой он очень красивый этот микс для баклажанов все готово теперь можно баклажаны мыть от соли и готовить на закладку в кастрюлю а теперь мою и отжимаю каждый кусочек и он становится меньше и так заливаю заправку в таз включаю самый большой огонь большую горелку и сюда отправляю все кусочки баклажанов вот когда закипит весь таз вот так с того момента уже я покажу нужно будет дожидаться 20 минут для того чтобы вот эти баклажаны прокипели почему я 20 минут а не полчаса как я делала то раньше несколько лет дело в том что когда оставляешь без стерилизации то есть варишь полчаса и потом закладывать банку вот эти серединки и вот эти эта кожица они расползаются мне же хочется чтобы они были целые очень красиво получается целыми и вот я уже несколько лет делаю именно так сначала 20 минут у меня полностью прокипят затем а затем покажу что я буду делать дальше смотрите до конца видео и вы узнаете полный рецепт этого чудесного очень вкусного праздничного баклажанова салата наконец-то все баклажаны собрались своими собратьями чесночком перчиком томатиками и получают удовольствие вот так вместе в одной миске вот с этого момента когда все закипело нужно дожидаться 20 минут но сделать чуть чуть меньше огонь чтобы не сильно кипело и 20 минут вот или изредка очень аккуратно помешиваю прошло 20 минут выключаю газ и теперь накладываю баночку баклажаны видите они целенькие еще бы минут 10 то конечно они бы все разварились бы вот так вот кладу баночкой и в кастрюле где будут стерилизоваться пока вот так вот такой процесс сейчас идет но вот они баклажанчики даже уже крышки с баклажанами нарисованы уже готовы я уже их закрыла полчаса прошло и здесь сейчас они проходят воздушное охлаждение получилось у меня 13 пол литровых баночек ну и в тарелке немного осталось но мы уже съели очень быстро и распробовали нечего показать но очень хорошо смотрится вот в этих баночках и это благодаря тому что я стерилизовала 20 минут готовила в миске или можно в кастрюле и затем разложила в баночке и провела стерилизацию в течение полчаса что ж мы прощаемся с вами желаем вам вкусных приготовлений на зиму готовьте пожалуйста все что есть все что можете заготавливаете потому что придет время когда даже в магазине нельзя будет кое-чего купить вкусного а тем более вот таких домашних вкусных заготовок вот этих баклажанов с овощами которые мы вот называем этот салат эту вкусность баклажаны праздничные что ж всего доброго до новых встреч в новых видео и у Продолжение следует...